В следующий раз 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 Я не знаю В следующий раз 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 Итак, обзор приходской жизни, это из епархии поступило, за 2012 год свидетельствует о Божьем благословении, почившем на благочестивых трудах Отца Настоятеля и прихожан, позволивших осуществить приходскую жизнь деятельностью во всей ее полноте. С Евангелием, я кое-какое слово пропускаю, тут не вижу-то. Благословений вам, Божий, в апостольских трудах вы трудитесь. Ну и подписан там, митрополит какой, и все это. Сердечно благодарю всех вас за радость, служение и... Тут что-то какое-то слово непонятное. Ну служение, короче говоря, благодаря ты. Послушание, всетворческое Божие благословение просим на вас и дальнейших трудов ваших во славу Божию и на радость людям. Такой-то митрополит, ну там какой он их называется. И отец Иоанн делает подписку. И это после всех... От того, что было после вашего пребывания здесь Игнатий Тихонович. Понятно? То есть незримо, косвенно начинают прорастать плоды, и мы вошли как раз в эту струю, которую архиерейский собор сегодня... А мы это всегда и делали, нас не надо призывать трудиться, чтобы прихожане знали и прочее. Я сразу скажу, вы никогда не торопитесь уходить, не уходите. Особенно, когда батюшки нету. Потому что при нем служба дольше, но это время займите пребыванием здесь. Я буду спрашивать кое-что, и вы быстренько поднимайте только руки. Скажите, кто просчитал все наши книги, изданные 38? Поднимите руку. Так, два, три... Я не вижу Марину. Она, пожалуй, четвертая. Кто корректировал? Корректоры. Так, кто ни одной книги не просчитал? Поднимите руку. Совсем ни одной книги от корки до корки не просчитал. Нет таких. Так, теперь смотрите, ну это больные глаза, это мы понимаем. Кто считал 26-й том открытым оком? В каждой библиотеке мы этот том выводим особо и говорим, его нельзя давать на руки. Кто связан с литературой, там, корреспонденты какие-то, журналисты, они сразу ее уводят. Как это? Воруют. Мне говорят, в дверях, говорит, задерживай, мы говорим, эта книга стоит вот столько-то. Он говорит, а у нас в библиотеке это пятикратная, если потеряется. Я, говорит, заплачу ее, но эту книгу я уже назад не верну. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали. И вот из этой книги сегодня, ну вчера мы об этом, кто вечером был, знаем, говорит, я попросил просчитать. Итак, назначили мы, чтобы братья были здесь. Это 14 страниц. Я сейчас повторю, кто у нас назначены были. Вот. Если бы хорошо было видно, я бы мог просчитать даже. Игорь раз, Виктор Андреевич два, значит, Володя зря отказался, все равно же ты не кашляешь, мог бы. Два, три, четыре, ну, как бы не хватает, придется побольше. Мы тут не решали еще равнейшим, стоит ли сестрам считать. Это пишет историк православный Краснов Левитин. Это особый человек, еврей. Его дед, кажется, принял крещение, и дети родились уже православными. Он шесть сроков отсидел за слово Божие, за проповедь. Шесть сроков. Исключительной смелости человек. И он написал орлиная песня. Обычно говорят лебединая песня. Если нынче наша поездка совершится по Европе, я считаю, это моя лебединая песня. Все, что я узнал, что сделал, здоровье есть. А это орлиная песня. Здесь клёк от орла с вершины слышен. И вот мы вчера тут поговорили и согласились прочитать. Вы записать, если кто может, запишите. Так, это я делаю то, чтобы руками когда будут, и отпечатков от пальцев не осталось. Потом мы продолжим собрание. Прослушайте очень внимательно. Так, Лена, начинай глухонемым рассказывать, а брат Игорь подойдет сюда. По порядку громко, не пропускай ни одной цифры. Том 26, открытым оком. Том 26, открытым оком. Вопрос. 3874. Одно время вы перепечатывали напишущие машинки и распространяли орлиную песню православного историка Краснова-Левитина. Так я сказал Анатолий Эммануилович. Кто он такой и где он сейчас? Это в университетах, где я вел занятия. Мне вопросов там, у меня тысячи этих, я плохо слышу, тысячи записок оттуда. Вот. Теперь смотрите, вот это, что он считает, я перепечатывал на машинке. А здесь просчитать всего только. А там всего 5-6 экземпляров. Шестой не видно. Кончился. Мне просят, мы слышали, там в Тюмени это есть. А из Твери сообщают, нам пришлите хоть один экземпляр. Я сажусь, снова печатаю. Вдруг с Камчатки говорят. Мы услышали, у вас есть такой материал. Я снова сажусь, печатаю. Все, перепечатывал и перепечатывал. А тут только прочитать, и мне нужно уговаривать, чтобы помогли прочитать. Чтобы вы не помнили, что не каждое слово воспринимается, как мы читаем. Ну, нужно читать не торопясь, проникнуться этим. Я вам напомню только, я начитал на пленке прошлые годы 50 томов. Они все в интернате. Это 12 томов Златоуста, 12 книг Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, Григория Диченко. Это не маленькие книжки. Почти все по 900 страниц. Никогда не думал сделать. А начнешь, и помаленьку подгребается, подгребается, и Господь как-то сделает. Сегодня мы прослушаем это. Пожалуйста, дальше. Ответ. Мне говорили, что он уехал во Францию и там погиб. В советских лагерях он отсидел якобы 6 сроков. Так и есть. Ему 76 лет было. Ну, он как, отправили. Он в 91-м году погиб. Нашли его колоконавы там с водой. Ну, я вчера объяснял тут. Люди, изменяющие свои веры, мусульман, если, то они найдут на краю света, ну, закон такой. Он в Библии написан. Также у мусульман, изменяющий свои веры, он должен быть убит. Кто его убил, мы не знаем. Но в мировой практике это не единичный случай, как Александр Мень, еврей погиб. Что хочет, что и думает. По сегодняшний день не нашли, а на контроле Горбачев держал. Дальше. Начинается цитата. Трусость, мать всех пороков. О, главное запишите. Что у вас будет? Трусость, мать всех пороков. Кого-то боитесь что-то сказать? Трусливый, вот я собаками занимался, и когда бывает вырастет уже собака большая, их притравливают на медведя, как они идут. Бывает одна собака бросается, прям вцепилась, медведь лапой и сразу ее убил. А другая схватила, отскочила, они втроем его держат, крутятся на месте, пока охотники подойдут. А есть такие, которые отбежали, лежат за хозяина, спрятались и выглядывают. Медведя, когда убьют, вот эти, в которых спрятались, их тут же в этом распадке, в этой лощинке всех пристреливают. А они дрессировке не поддаются. Все. Участь боязвилых возле Огненом. Помните? Откровение 21-27. Игнать Тихонович, можно по желанию? Давайте мы текст прочитаем. Сейчас, сейчас, нет, без этого. Я должен, тогда же нам не вернуться. Ничего, это начало. Только первые строчки. Давайте. Трусость и ничто другое. Трусость проказа, разъедающая мою родную страну. Трусость, вот та болезнь, которой больна моя родина, родная, трижды больная церковь. Как принижает трусость человека? Честный становится подлецом, свободный рабом, благородный халуем и хамом. Трусость. Трусость и корысть правят ныне русской церковью в лице ее епископата. Портят молодежь, проникают в алтарь. Трупным ядом растекаются трусость и корысть по живому телу церкви. Нужны примеры? Мы приводили их множество. Приведем еще один. Я имею большое неудовольствие близко знать одного из молодых епископов нашей церкви. Я знал его еще тогда, когда он был иеродьяконом, и только что окончил академию. Он был тогда честным парнем и искренним, строгим монахом, хотя никогда особыми талантами не блистал и никакими особыми способностями не отличался. Он был добрым, хорошим человеком и принял монашество, отдавшись искреннему порыву. Помню, однажды я остался в его келье с одним священником. Хозяина вызвали по какому-то делу. Священник, мой товарищ, сел на его кровать и тотчас встал. Молодой монах спал на голых досках, и мы покинули его келью с теплым чувством. Потом начался стремительный восход к его вершинам. Его к вершинам. Иеромонах, помощник инспектора академии, архимандрит, инспектор и, наконец, блистательный рубеж. В 30 лет епископ. Чтобы переступить этот рубеж, епископу пришлось, однако, несколько облегчить себя. Расстаться с многими и многими хорошими правилами. Ему пришлось связаться с некоторыми весьма одиозными и имеющими весьма печальное прошлое и не очень почетное настоящее организациями. И вот, стоит он сейчас во главе ответственного церковного учреждения, 33-летний молодой человек, без всяких знаний, без жизненного опыта, без чести, без сердца. И всеми его действиями руководит одно – трусость, боязнь потерять местечко. И эта трусость опустошила когда-то доброго и религиозного человека. Бесчувственный, бессердечный, он портит людям жизнь, окружает себя одними бездарностями. Епископ, епископ, за какую чечевичную похлебку вы продали свое первородство? Мы привели лишь один из бесчисленных примеров нашей церковной действительности. Их можно было бы увеличить до бесконечности. Но почему говорить только о церкви? Поговорим о науке. Недавно умер один из ее жрецов, профессор Павел Сергеевич П. Ов. Это не был «жрец науки», в кавычках. Это был действительно знающий, серьезный человек. Один из последних представителей старой русской интеллигенции. Окончив Московский университет в 1915 году, Павел Сергеевич всю жизнь провел в его стенах и окончил жизнь профессором. Он был автором ряда работ по логике и в течение 50 лет читал курс лекций в университете. Профессор интересовался вопросами антирелигиозной пропаганды. Состоял почетным председателем кружка молодых атеистов Московского университета. И печатал антирелигиозные статьи. Три раза в год ходил в церковь, исповедовался и причащался. Его ловили на этом. Он отвечал своему начальству. Я же должен черпать материал для своих статей. Профессор писал своим знакомым священникам проповеди. Подходил к ним для благословения. Свою антирелигиозную деятельность он объяснял желанием приносить пользу. Ведь иначе моих статей печатать не будут, говорил он. Что руководило этим ученым человеком во всей его деятельности? Трусость и корысть. Корысть и трусость. А люди типа Чуковского, Михалкова, писатели, композиторы, артисты, выступающие с требованиями выгнать честных людей с работы, обливающие грязью осужденных невинно, оплевывающие все лучшие, все лучшие произведения нашей литературы, Что руководило ими? Корысть и трусость. Трусость и корысть. Самое печальное наблюдать, когда бацилла трусости и карьеризма проникает в молодежь. И надо писать. Писать для молодежи. Ибо трусость и корысть страшные, умелые и ловкие враги. Враги всего светлого, доброго, святого. Но прежде чем бороться с трусостью, надо проникнуть в ее сущность. Надо понять психологию труса. Как и все людские качества, трусость многолика, многогранна. Она имеет свои ступени и градации. Прежде всего трусы делятся на трусов спокойных и трусов воинствующих. Как это ни странно, есть такие трусы. Трус спокойный сидит в уголке и молчит. Он даже не прочь поаплодировать смелому человеку и пролить слезу над его участью. А Симеон говорит, что не дорос до смелости и самопожертвования. У него к тому же и жена, и дети. Не тот трус воинствующий. Этот возводит свою трусость в главный закон бытия. Он готов заткнуть рот всем на свете. Он полон благородного негодования, когда кто-то говорит правду. Всякое проявление смелости и отваги он считает личным оскорблением. Есть трусы эпикурейцы и трусы аскеты. Да-да, как это ни странно, бывают и такие. Трус эпикуреец симпатяга. Из всех категорий трусов это самый приятный. Этот, по крайней мере, не лжет и не изворачивается. Он циник, весельчак, добрый малый. Пусть дураки разбивают себе головы. Ему зачем куда-то соваться, когда в мире есть столько хороших кушаний, сладких вин, красивых женщин. Не то трус, а скет. У этого трусость поднята на высоту принципа. Если это ученый, он трусит из-за преданности науки. Если это писатель, он жалеет читателей. Именно так выразился известный московский писатель, автор прогремевшего 12 лет назад романа, когда я обратился к нему с просьбой походотайствовать за одного нашего общего знакомого, отданного под суд. Дело было не политическое, и ходатайство было совершенно безопасно. Но великий писатель отказался, заявив, что он сейчас закончил новый роман и не может ставить его под угрозу. Надо пожалеть читателя. Кстати сказать, с тех пор прошло уже 6 лет, и бедный читатель все еще ждет романа. Словом, трус, а скет не думает о себе. Ему для себя ничего не надо. Он рад бы горы своротить, но он вынужден беречь себя. Вы думаете, ему легко трусить? Что вы? Он подвиг совершает тем, что вас покидает в трудный момент. Паустовский где-то очень тонко заметил, что воры очень не любят слово украл. Они предпочитают говорить взял. Трусы тоже не любят слово трусость. Они обычно говорят благоразумие, осмотрительность, осторожность. Особый разряд трусов представляют трусы религиозные. Эти орудуют текстами. Несть власти, ащи не от Бога. И так далее. Говорят, свою трусость они называют духовностью. Они все в Боге. Они все в Боге. Они парят в небесах. Они сотканы из тончайшего эфира. Им не надо того, чтобы спускаться на грешную землю и заниматься людскими делами. Пусть кругом разбойничают, убивают, грабят. Они спокойно проходят мимо. Не могут же они прерывать молитву ради мирских дел. Мы перебрали таким образом несколько категорий трусов. Мы писали о них в юмористическом тоне. Но есть трусость-слабость, присущая почти всякому человеку. Ибо она опирается на глубокие свойства человеческой натуры. Чего прежде всего боятся люди? Считается, что больше всего они боятся смерти. Страх смерти якобы живет в каждом живом существе. Так говорят и ошибаются. Далеко не каждому человеку свойственен страх смерти. Я однажды провел пять минут под направленным на меня оружейным дулом. Это было в феврале 1950 года в лагере. Меня поймал на лыжнице самоохранник. Для читателей, не сидевших в лагерях, есть вероятные такие. Поясню. Лыжница – это рубеж в лесу, сделанный лыжами, который не имеет права переходить заключенный. Самоохранник – одна из самых подлых разновидностей лагерной жизни. Это заключенный с малым сроком, которому поручено охранять других заключенных. За предотвращение побега он получает полгода скидки с оставшегося срока и премию. Самоохранник, поймавший меня на лыжнице, пять минут обдумывал, что ему выгоднее – пристрелить меня на месте и выдать забеглеца, или дать два выстрела в воздух и сказать, что он предотвратил побег. Первое ему было бы выгоднее, и лишь незначительное обстоятельство заставило его отказаться от его намерения. Я отчетливо сознавал, что я близок к смерти. Пытался молиться, настроить себя на серьезный лад, увы, ни одной серьезной мысли у меня в голове не было. Я смотрел на белый снег, казавшийся особенно белым при ярком солнечном свете. Почему-то вспомнил одного из своих учеников, решительно, ничем не замечательного, и его мать, заведующую комиссионным магазином, и все. Читаю дальше. Мне так и не удалось ощутить не только страх, но даже приближение смерти. Точно так же я абсолютно не боялся бомбежки в ленинградскую блокаду, когда бомбы падали рядом с домом, а наш пятиэтажный дом качался, как пьяный. Не боялся я и артиллерийского обстрела, когда снаряды со свистом пролетают над головой. Это не было ощущение человека смелого. Это было ощущение глупого человека, который в серьезный момент занят всякой ерундой. Я испытал ужас голода во время ленинградской блокады, однако это был ужас именно голода, а не смерти. Тяжело осознавать себя мухой, попавшей в клей. Тяжело чувствовать всевозрастающую слабость, сознавать, что ты не можешь встать с кровати, сделать пять шагов по комнате. Тяжело чувствовать себя в 26 лет 80-летним стариком. И главное, тяжело все время думать о хлебе. И тем не менее, ни минуты при этом не было у меня страха смерти. Я просто как-то ни разу не подумал о том, что могу умереть. В общем, смешно бояться насильственной смерти. Ужасно именно смерть естественная, в постели, среди смрада, страданий, со стонами, болями, врачами. Такая смерть некрасива, мучительна, ужасна. Вероятно, не так уж трудно преодолеть страх смерти. Это подтверждает и опыт истории. На войне сравнительно мало было трусов. В мирное время хоть отбавляй. Я знал людей, которые достойно провели две войны, а затем оказались низкими трусами в стенах МГБ. Самый сильный страх, более сильный, чем страх смерти, это страх физической боли. Очень многие, которые не боялись расстрела, считанные единицы выдерживали пытку. Сильнейшие, мужественные революционеры войны не вынесли пытки и капитулировали. В годы из Жовщины было немало людей, которые подписывали показания, явно обрекавшие их на смерть, чтобы избегнуть пытки. Можно ли вообще преодолеть физическую боль? Да, все-таки можно. И здесь вспоминаются хрупкие, слабые девушки, которые жгли на медленном огне, у которых вырывали щипцами соски, отрубали руки и ноги, колесовали и мучили, чтобы они отрешились от Христа, а они остались верными своему небесному жениху. Скажут это неестественно. Точно так же говорят про монашество. Это противоречит человеческой природе. Да, противоречит. Потому мы и называем монашество чином ангельским. Противоречит человеческой природе переносить страшные физические боли, а не отрекаться от своих идей. Потому мы и называем такую стойкость сверхчеловеческой или что-то уже самое героизмом. Однако, как показывает жизнь, возможно не только истинное монашество и истинный героизм. Можно ли, однако, требовать героизма от среднего человека? Можно. Во время войны никто не спрашивает, средний ты человек или не средний, а прямо требует от человека, чтобы он шел на смерть за свою родину и, может быть, претерпел бы в случае тяжелого ранения страшную физическую боль. Сплошь и рядом тяжелораненые просят, умоляю, чтобы их пристрелили. И абсолютное большинство мобилизованных находятся вполне на уровне этих требований. Точно так же каждый человек может стать героем. Надо лишь, чтобы он этого захотел и себя к этому принудил. Средний человек, однако, мало думает о пытках, когда боится. Мы ведь живем сейчас, к счастью, не в Китае. Тюрьма, нужда, нищета, вот что спрашивает человека. Впрочем, напрасно ли? Поговорим прежде всего о тюрьме. От человека зависит быть счастливым и только от человека. И нет большего удовлетворения, чем то, которое испытывает узник, страдающий за свои убеждения. Конечно, из этого не следует, что тюрьма – это рай, и надо стремиться туда попасть. Но не такой уж и ад, чтобы всю жизнь строить по принципу, лишь бы туда не попасть. Тюрьма, лагерь – это особый мир, особое область жизни. И как всякое, область жизни она имеет свои особенности, свои плохие и хорошие стороны. Да-да, и свои хорошие стороны. В лагерях самые разнообразные люди соединяются в большую семью. Здесь за колючей проволокой, посреди щебня и мусора подчас расцветают цветы истинной дружбы и истинного товарищества. Люди здесь общительные и бескорыстные. Правда, многие здесь опускаются, разращаются, опускаются до уровня животных. Но зато скольких людей тюрьма спасла от гибели, обновила нравственно, сделала героями. Так тяжкий мулат, дробя стекло, кует булат. Еще менее страшна бедность. Известно шаблонные выражения, счастье не в богатстве. Однако жизнь все время поставляет все новые и новые примеры, как бы специально для иллюстрации этого старого правила. Приведем один из таких примеров. Несколько лет назад меня часто посещал студент одной из наших академий, как известно и две. Сын сельского священника, деревенский парень, отличался простотой и безыскусственностью и был, казалось, искренне привязан ко мне. Не нравился его же интерес к вопросам философским, религиозным, политическим, и я также искренне к нему привязался. Затем он поступил в аспирантуру, стал преподавателем одной из наших семинарий, их, как известно, у нас три, словом, сделал карьеру. Разумеется, для этого ему пришлось порвать со мной. Сам высокопресвященный митрополит Негодим уговаривал его покинуть меня. Отплатить черной неблагодарностью за добро это сущий пустяк по мнению наших иерархов. И вот наш милый Вася, Ваня, Миша, одно из перечисленных имен действительно принадлежит ему, внял увещанием владыки и начал новый путь. Сейчас он имеет и деньги, и карьеру, и обеспеченное положение. Не имеет лишь одного счастья. Не далось оно ему в руки, не далось. Что ты будешь делать? Ни счастье, ни в семье, ни в жизни, и не радует его жизнь. И я уверен, что он часто вспоминает те времена, когда он по вечерам пробирался на автобусе в далеке Новокузьминке. Тогда у него не было ни денег, ни своего угла, ни положения, но тогда он был счастлив. И наконец, наконец главное, что мешает человеку стать героем? Семья. Начнем с первого препятствия, которое стоит на дороге у человека, решившегося посредить свою жизнь какому-то большому делу. Таким препятствием являются родители. Как правило, родители крепко сжимают в объятиях своих детей и говорят, через мой труп пойдешь на опасную дорогу. Одна мать сказала сыну, никогда никого не бойся, на трусость и подлость я тебя не благословляю, жизнь купленная ценой бесчестия не имеет никакой цены. При этом, разумеется, нельзя смешивать смелость с безрассудством, а безрассудство можно и должно остерегать. Но о том, чем отличается смелость от безрассудства, речь пойдет впереди. Родители, которые во что бы то ни стало хотят охранять своих детей от всякой опасности, имеют неверное представление о том, что такое счастье. По счастьям, они понимают некоторый средний эталон благополучия, включающий в себя более или менее счастливую женитьбу, наличие квартирки с газом, словом, весь антураж мещанского благосостояния. И они не понимают, что это часто не только несчастье, а путы. Тюрьма для их детей более страшная, чем настоящая тюрьма. Ибо здесь гибнут все способности, таланты, покрываются плесенью все добрые качества, и человек приходит к концу жизни с мучительным чувством неудовлетворенности и тоски. Гораздо более серьезное препятствие возникает перед идейным человеком, когда он обзаводится собственной семьей. Семейный вопрос это вообще проклятый вопрос. Женщина цепко держит мужчину около домашнего очага претендует на то, чтобы души прекрасные порыви посвящались не отчизне, как об этом писал Пушкин, небольшому делу, которое является духовным призванием человека, а сосредоточивались бы в основном около ее юбки. Все дело в том, что брак рассматривается как какая-то неволя. в первое время это невольно сладкое. Мужчине нравится находиться в сладком плену любимой женщиной, которая не отпускает его от себя ни на шаг и властно распоряжается им как своей собственностью. Через два-три года, когда страсть проходит, сладости очарования разлетаются и плен становится унылым пленом, который раздражает, стесняет, отравляет жизнь, тяготит. Вот отчего так мало счастливых браков и так много несчастных. И уж совершенно исчезает в этом семейном сумраке идея, как идея свободная и смелая, требующая отваги, самопожертвования, героизма. Я бывал среди русских сектантов, хороших русских сектантов, для которых опасность стала традицией. В их семьях ощущается какая-то тихая любовная нежность и мне, православному, всегда было хорошо и тепло, когда я бывал в домах у сектантов. Я видел и хорошие священнические семьи, особенно в 20-е и 30-е годы, когда опасность нависла над каждым честным священником. И, наконец, я вижу и теперь такие семьи среди людей, борющихся за свободу. Нет, не умерли еще женщины, подобные жене Аввакума, подобные декабристы. Мы, однако, еще не рассмотрели главного аргумента, который выдвигает женщина в своих требованиях к мужчине вести себя тише воды ниже травы. Аргумент этот, дети, аргумент серьезный и убедительный, на первый взгляд. Жены священников требуют иной раз, чтобы мужья их сидели тихонько, смирененько и не рыпались. Но жены писателей иной раз требуют, чтобы их мужья сидели бы с завязанными ртами и писали бы опробированный вздор. И священничественные писатели и писательские жены, отвлекающие своих мужей от их служения, берут на себя особенно тяжкую ответственность. Нет, не о детях пекутся они. Они трусят за свое уплое существование. Детей надо воспитывать смелыми, отважными, свободными. Но воспитание это не слова. Воспитание это живой пример. Представьте себе учителя литературы, русской литературы, которая является в основном апологией о героизме. Учитель литературы говорит с утра до вечера красивые слова о героизме, воспевая Чернышевского, Добролюбова, Рахметова, Павла Корчагина. Сам же боится сказать хоть одно смелое слово. Восхваляет только тех, кого можно восхвалять, а хавает тех, кого вели наахаивать. Спрашивается, воспитывает ли он героев? Нет, воспитывать он может лишь двурушников и подлецов. Сегодня неделя всех святых. Я был в церкви и слышал сегодня Евангелие сегодняшнее. Отец отец дьякон стоя на солье читал с большим чувством следующие слова. Привожу их в русском переводе. Цитата. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Матфея 10, 37, 38. Я слушал эти слова и вдруг мне стало страшно за того, кто их читал. Хватит ли сил у отца дьякона выполнить в своей жизни эти слова? Ведь середины тут быть не может. Или благовеститель божественных глаголов, или жалкий обманщик и лицемер, который за деньги провозглашает правила, которых и не думал исполнять. Среди духовенства были и есть благовестители огненных глаголов и дети этих людей поистине счастливые люди. Всю жизнь они хранят в своих сердцах память об отцах. Но есть среди нашего духовенства и было всегда много лицемеров, лживых, глашатая в громких слов. Не потому ли из священнических семей выходили самые страшные атеисты? Лучше для человека нуждаться в детстве и быть сыном славного отца, чем роскошествовать, жрать пирожины, ходить в плисовых шубках и иметь отца труса и тряпку, которого нельзя ни за что уважать. И опять приходят на память дни отечественной войны. Разве спрашивал кто-нибудь тогда у человека, жалко ли ему детей? Сколько отцов уходило и не возвращалось? И ни один ребенок не погиб. Все остались живы, стали взрослыми мужчинами и обзавелись семьями. Да и так ли уж любят они своих детей? Не являются ли дети лишь ширмой, за которую прячется эгоизм, корысть и лицемерие? 32 года назад в день смерти Горького группа студентов института имени Герцена хотела послать соболезнования по поводу смерти великого писателя. Соболезнование должно было быть не совсем обычным. Под видом соболезнования мы намеревались высказать многие горькие истины о плачевном состоянии нашей литературы. Когда вдруг один из студентов старшекурсников вздрефил и отказался подписывать документ, я уговаривал в течение двух часов. Всем моим уговорам он противоставлял один аргумент. у меня двое детей. Через два года мне вновь пришлось вести переговоры с этим парнем. На этот раз я выступал в качестве посредника между ним и его женой. Дело в том, что чадо любивый папаша за это время успел увлекшись смазливой, но пустой девчонкой бросить жену с двумя детьми. И отказывался дать на прокормление детей и даже те гроши, которые он обязан был дать по закону. Жена очень порядочная женщина не хотела подавать в суд. На этот раз на все мои уговоры следовала в ответ следующая фраза. Не могу я отдать жизнь детям, я должен жить для себя. Я же настоящий мужчина и умею влюбляться. Какой ты мужчина? Ты туши проститутка. Со свойственной мне заплачивостью ответил я и вышел хлопнув дверью. Любовь труса к детям это не настоящая любовь. Родная сестра трусости эгоизм, а не любовь. Любовь труса и к детям это тоже не настоящая любовь, а мелкотравчатая животная привязанность. 1 Иоанна 4 18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящиеся несовершенен в любви. Я никогда не любил фанатиков в обычном смысле этого слова, потому что фанатизм в этом понимании ограниченности глупость. Православный священник, у которого отказывается понимать католика, сектант, который убежден в том, что всякий, кто не принадлежит его секте, осужден на вечные муки, коммунист, который утверждает, что истина открыта четырьмя гениями Марксом, Энгельсом, Ленином, Сталином и хранится в Пулетбуро. Этот афоризм принадлежит, правда, не коммунисту и не фанатику, а ловкачу, который желал выдать себя за фанатика Толстому и относится к 1939 году. Все эти люди высказывают во мне смешанное чувство страха и жалости. То самое чувство, которое испытываешь в присутствии душевно больных и неизлечимых идиотов. Но есть и фанатизм истинный. И такой фанатизм истинный вызывает во мне глубочайшее уважение. Ибо пора наконец вернуть этому слову подлинный, первоначальный смысл. И слово это имеет чарующий и страшный смысл, ибо корень этого слова фанатас смерть. Фанатик смертник. Человек, который на смерть идет за свои убеждения. И где нет фанатизма, там нет подлинной убежденности, там теплохладность, вялая пустота. Мы должны воспитывать подлинных фанатиков и сами все должны стать фанатиками, идущими на смерть за свои убеждения, за правду Божию. Фанатик идет на смерть за Христа. Это исповедник и мученик. Фанатик, который гибнет за Родину, это патриот. Фанатик, который отдает свою жизнь за социальную несправедливость, это революционер. Я призвал к смелости, к смелости и еще раз к смелости. Но ведь я просто пожилой человек, вплотную подошедший к жизненному пределу. Я христианин. И тотчас возникает вопрос, насколько совместимы эти призывы с христианством. Ведь согласно общему мнению, христианство это смирение, покорность, углубление в себя, смелость, это внешнее действие, это энергия, доведенная до предела, это самоутверждение. Итак, насколько можно считать пишущего эти строки христианину? Особенно страшно слышать такие призывы от православного христианина, сына русской православной церкви. Ведь здесь смирение поднято на степень высшей христианской добродетели, монахи, создавшие ту духовную среду, которая в течение тысячи лет жила Святая Русь, выразили идею о примате смирения над всеми добродетелями в чеканном афоризме, послушании, пачек, поста и молитвы. В самом деле трудно себе представить преподобного Серафима в содружестве с революционером Феофана Затворника плечом к плечу с Герценом или, скажем, Амвросия в Обстинской пустыне рядом с Прихановым. Дело здесь не просто в разнице убеждений, дело здесь в разнице психологических типов. Тип православного русского человека и тип русского революционера полярно противоположны, внутренне несовместимы. Было бы совершенно напрасной тратой времени это отрицать. Нельзя, однако, сводить христианство к русской православной церкви, ибо главное в христианстве Христос. Христос же шире и глубже не только той или иной национальной формации христианства, не только той или иной конфессии, но шире и самого христианства. Ибо христианство исторично, а потому ограничено. Христос вне историчен, а потому универсален. Назначение христианства состоит в том, чтобы на протяжении столетий отражать лик Христа. Но в каждый исторический момент христианство отражает лишь один из аспектов личности Единородного Сына Божия. Отсюда неполнота, недостаточность, ущербность исторического христианства. На Русь христианство пришло из Византии, уже клонящейся к упадку. Это была Византия, познавшая Исавров, императоров иконоборцев, венценосных негодяев типа Константина Капронима, Византия, управлявшаяся македонской династией, состоящей из слабых и лукавых властителей. Это была Византия, сломленная 500-летним рабством, оскудевшая развращенная подобно зажравшемуся по подобно зажравевшему сосуду, в котором хранилось однако драгоценное содержимое Святое Православие. И Византийская Церковь сильно оскудела к этому времени. Уже давно умерли Златоусты, Василий Великие, Григорий Богословы, Феодор Студит, Иоанн Домаскин. Это последние религиозные титаны, которых знала Византия, умерли за 300 лет перед этим, не оставив наследников православия, принесли на Русь раболепствующие епископы и дипломаты. Однако Святая Русь приняла православие и возрастило благодатное монашество, которое, выйдя из киевских пещер, просветило Русь. Вместе с Евангелием Христовым Святая Русь восприняла и крепкую монархическую традицию. Церковь в России всегда выступала сторонницей сильной централизованной царской власти. Плохо это было или хорошо? Это было хорошо в определенную эпоху, исторически неизбежно, ибо только монархическая власть могла спасти Россию от порабощения оголтелой татарвой. Однако постепенно вся повседневная деятельность церкви так переплеталась с монархическим режимом, что трудно стало различать, где кончается церковь и где начинается монархия. Русская церковь превратилась в государственную церковь. Смирение стало основной добродетелю на Руси. А затем смирение переродилось в раболепие, в трусость, в эгоизм. Разумеется, все эти переходы делались постепенно, и со временем стало аксиомой для русских людей, что рабская покорность это чуть ли не синоним христианства. Что надо сделать для того, чтобы выявить подлинную сущность христианства? Для этого прежде всего надо вооружиться смелостью и, обратясь к Евангелию, отбросить бестрепетной рукой все позднейшие наслоения, налипшие в течение веков. И я открываю Библию. Цитата. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо зашла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не облагословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков, и сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Бытие 32, 24, 28. Каким страшным кощунством звучат эти слова для уха привыкшего к елейным благословениям. Но Бог не человек, чтобы польститься на хвалы. Но Бог не человек, чтобы требовать раволепства. Но Бог не человек, чтобы поощрять слабых и трусливых. Смелость и отвагу любит Господь. Мужу силы открывается Он. Далее цитата. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек им и нарек Иаков имя месту тому. Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. Бытие 32, 29, 30. И эту силу, энергию, жизненную напористость передал Иаков сыну своему Иосифу. Когда мы читаем о том, как Иосиф прошел победный путь от рабства на царских чертогах, мы видим человека, боровшегося с жизнью, умершего отстаивать свое право на жизнь. Бытие 39, 2, 3. Муж силы и энергии непреодолимый борец Моисей и мужи израильские богатыри Самсонги, Деон и другие и Давид победитель Голиафа. И вот мы подходим к горьким страницам книги Иова. Иов праведник. Но праведность его совершенно особого типа. Он абсолютно лишен елейности, внешнего благочестия. Он говорит о Боге без почтительного придыхания. Он обращается к Богу бурными, огненными речами с той порывистой страстностью, на которой дает право лишь подлинная любовь и страдание. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня, ибо одни мои суета. Иов 16. Обязательно читать все указанные места Библии. Сколько их написано? Далее. Иов 8, 2, 4, 9, 17, 24, 13, 2, 3. Иов на мгновение успокаивается, начинает говорить языком Вилдада, но страстная натура Иова, потрясенного страшным горем, свалившегося на него, через мгновение берет вверх. На этот раз Иов бросает Богу упрек в несправедливости. Далее места писания. Иова 13, 18, 23, 15, 4, 5, 16, 20, 22, 42, 7, 10, стихи. Книга Иова есть лишь развернутое повествование о борьбе человека с Богом. Она повторяет во всех основных моментах рассказ книги Бытия о борьбе Иакова. И здесь борьба, и страшный след от этой борьбы на теле человека, и страшное упорство, и сила человека, и благословение Богом человека в заключении борьбы. Так Господь благословляет в Ветхом Завете духовную силу, энергию, волю к борьбе, ибо Он есть Бог в брании и Господь побед. Господь страшный и сильный. Боля и духовная мощь есть и образ, и подобие Божие в человеке. Ветхий Завет огонь, и он ясен и убедителен как огонь. Ибо что может быть проще и сильнее огня? Недаром Гераклит читал его основой мира. Не то Новый Завет. Завет новый и огонь, и вода, и сила, и голубизна. Ибо Ветхий Завет национален, однотонен, однолинеен. Новый Завет универсален. Очень просто увидеть, стоя на берегу озера, другой берег. Попробуйте, однако, разглядеть другой берег океана. Не то, что трудно, но и невозможно. Остается пересечь океан. Очень легко обмануться и обмануть других насчет другого берега океана. Существует и вульгаризированное христианство. Одной из таких вульгаризаций является мнимо-смиренная проповедь, поощряемая князьями церкви, требующими смирения от других и, менее всего, прилагающими это требование к себе. Это вульгаризированное христианство, подслащенное и кастрированное, не имеет, однако, ничего общего с христианством подлинным, ибо христианство подлинно это не слабость, а сила, не скулеж, а проповедь, не шепот, а полный голос, не прилаживание и приспособление к лжи и насилию, а обличение и изгнание торгашей из храма, не плесень, а жизнь, не тление и огонь, но мир, не мир, но меч. И в то же время христианство это крест, это страдание за правду, это любовь. Всякое людское качество без любви тотчас превращается в свою противоположность. Благочестие без любви вялая и напыщенная болтовня, не нужная ни Богу, ни людям. Смирение без любви, низкопоклонство и раболепство. Но и смельчак без любви это головорез. И здесь перед нами возникает новый соблазн, гордость. Ибо гордость это не выдумка каких-то людей и специальностью которых является нравственное богословие, а жизненная реальность. Но что такое гордость? Гордость это воля, но воля без любви. Воля без любви приводит человека к превозношению, к тому, что он считает себя выше других. Чиновники в рясок превратили самоотвержение в заповедь чинопочитания. Покорность Богу заменили покорностью людям. Бесстрачное служение истине, трусливым прислужничеством лжи. Кротость, способность забывать личные обиды нужны для того, чтобы сконцентрировать волю человека на борьбу с несправедливостью, ложью, злом, в котором мир лежит. Осия 6, глава 4, 6 стих. Где нет чистоты духовной, там нет и не может быть истинной религии. Там не может быть истинной любви к людям. Там чистолюбие, жажда власти, господство низменных страстей и грубых вожделений. Там, где чистота духовная, там собранность, там равновесие духовное, там мир. Очень часто человек, борющийся за правду, вызывает ненависть и злобу, раздражение с окружающего костного и сытного большинства, которое не понимает и не любит его, того, кто отдает людям свою жизнь. Я учитель и сегодня мне надо дать урок. Я верующий человек, но сегодня я встал в дурном настроении, но душой у меня темно и пусто. помолился, но лишь формально. Устах говорили привычные слова, но сердце молчало. В таком настроении я прихожу в школу, даю урок без всякого подъема, без вдохновения и урок получается вялый, скучный. На другой день с утра я начинаю молиться горячо, пламенно, как бы представляя себя пред лицом Божиим и ощущаю, как благодать Божия вливается в меня. Я испытываю особый прилив энергии, обновление всех способностей. я иду в школу как бы омывшийся в живительном источнике. И я лечу как бы на крыльях. Я даю урок вдохновенно, говорю горячо, эмоционально, проникновенно. Это мое чувство передается ученикам. Урок получается яркий, запоминающийся, проникновенный. Пройдут годы, десятилетия, а ученики будут вспоминать этот урок. И очень мало кто будет знать, что источником того вдохновения, которое я испытал, начался в моем молитвенном углу. Здесь мы имеем дело с богочеловеческим процессом, соединением божественного действия и человеческой воли. Покойный митрополит Александр Веденский рассказывал такой случай. Однажды к нему на прием пришла старая дама и пожаловалась на сына. Ее сын научный сотрудник и выходец из старой интеллигентной семьи. Ее жестоко избил факт беспримерный. И она обнажив показала обновленческому митрополиту свою грудь, покрытую сплошь синяками. «Какой изверг! Господь его накажет!» воскликнул Веденский. «О нет! Вот этого-то я больше всего и боюсь!» сказала несчастная мать. «И года два назад одна такая же несчастная мать, жестоко оскорбленная сыном, изрекла на него проклятие. А через пять минут ей сказали, что какой-то юноша попал под автомобиль. И мать тут же в одних чулках стринглав бросилась вниз по лестнице, забыв обо всем, желая лишь убедиться, что это не ее сын. К счастью оказалось, что это действительно не ее сын. И вот такую любовь, милость, должен испытывать человек ко всем людям. Такая любовь, милость, не исключает ни гнева, ни наказания виновных, ни защиты слабых от нападения. Людям нужна строгость, но не ненависть, а нужна милость. Там, где нет милости, жалости, там царство крови, жестокости, эгоизма. Там инквизиция. Великий инквизитор презирает людей, возлагает на них бремена неудобоносимые, путает и ограбляет людей, и не знает пощады, но жалостлив и праведен в любви Господь. И гнев его на тех, кто не жалеет людей. Что сделаю тебе Ефрем, что сделаю тебе Иуда, благочестие ваше, как утренний туман и как роса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертву, и боговедение более, нежели все сожжения. Осия 6, глава 4, 6 стихи. Любовь имеет много ступеней, от чувственной животной любви эруса до любви духовной. Милость есть высшая ступень духовной любви. Человеку чувственному, страстному, руководствующемуся животными инстинктами она не свойственна. И от гибели может спасти лишь Христос и только Христос. Он дает не мир, основанный на мещанских мелких интересах, но мир, основанный на трусости и рабской увертливой психике. Он дает мир к армонию, мир, основанный на уверенности и конечной победе добра. Заповедь 7 говорит не о мире, а о миротворчестве. А миротворчество есть активный и деятельный процесс. Он предусматривает проповедь христианского учения. Таким образом, миротворчество есть борьба. Борьба за правду может лишь дать подлинный мир душе человека. И только борющиеся за правду миротворцы сынами Божьими нарекутся. Попутно я два стихотворения поставил, но посчитай, чтобы полностью был один вопрос освещен. Хорошо. В стране морозных вьюг, среди седых туманов, явилась ты на свет, и бедное дитя, меж двух враждебных станов, тебе приюта нет. Но не смутят тебя воинственные клики, звон лад и стук мечей, в раздумье ты стоишь и слушаешь великий завет минувших дней. Как древний вышний бог избраннику еврею открыться обещал, и бога своего молитвой пламенея пророк в пустыне ждал. Вот грохот под землей гул прошел далеко, и меркнет солнце свет, и дрогнула земля, и страх объял пророка, но в страхе бога нет. И следом шумный вихрь, и бурное дыхание, и рокот в вышине, и с ним великие огни, как молнии сверкания, но бога нет во вне. И смолкло все, укращено смятение, пророк недаром ждал. Вот веет тонкий хлад, и в тайном дуновенье он бога угадал. Владимир Соловьев. В дверях Эдема ангел нежный главой понихшую сиял, а демон мрачный мятежный над адской бездную летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиления впервые смутно познавал. Прости, он, рек, тебя я видел, и ты не даром мне сиял, не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал. Пушкин Александр Алексеевич. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Ахматова. Вот один вопрос, который у нас в книге освещается. Положить туда, где книга лежит. И таких вопросов у нас 4124. Что тут непонятно, которые люди отвергают или презирают. Вот конкретно мы сейчас прочитали патриархийное священство на сегодня. Что они могут отрисать? А это речь-то идет в первую очередь о них. Там все покрыто трусостью и корыстью. Поэтому вот это, что мы читали, это ненавистно для всех трусов, которые только думают, как побольше денег захватить. Слава Богу, все-таки это Библия. Посчитали. Кое-что мы узнали, данные. Нам нужно отправить книги, организовать, как в мире говорят, штаб-квартиру за пределами Москвы. Мне нужно отправить 7 тонн. Я понимаю, мы очень рискуем, не зная, как сложится там обстановка. И батюшка говорит, вы половину отправьте, а половину если нужно будет, привезут. Ну вот я Людмилу Степановну просил, я на меня, так, пожалуйста, доложи. О чем говорила? Как поездом, как машиной? Предложение это вот наша местная багажно-экспедиционная служба, которая сейчас вот с 1 января 2013 года отменили мелкогабаритные контейнера трехтоники, пятитоники и даже десятитоники отменили. Сейчас только идут двадцатитонники и сорокатонники идут. Поэтому набором в контейнер вот этот сорокатонный или двадцатитонный экспедиционная служба принимает. То есть набором. Там можешь ты и десять тонн загрузить своего груза, но там еще будут другие грузы. Поэтому вот за три тонны, как вы мне сказали, он мне посчитал и перезвонил ихний там директор и говорит, это будет стоить вам 65 тысяч рублей. Если уже будет удваиваться, там естественно, но мы должны, я говорю, а как нам отсюда вот и привезти туда на железную дорогу, чтобы загрузить в этот контейнер. А он говорит, мы даем своих грузчиков, если у вас там есть свои, но мы даем транспорт, вы его оплачиваете и мы загружаем. Я говорю, а если в экспедиционную, если транспортом, транспортом, если вот большая фура, допустим, повезет, он говорит, все равно фуру формируют на складах. Вы должны все равно товар привезти на склад и там эту фуру будут формировать. Поэтому, говорит, никакой разницы в денежном измерении, никаком, но доставка, ну, так далеко, куда мы будем посылать, семь дней. Семь дней. Все, понял. Значит, вот такой, если мы отправим половину, я думал, больше ждать. Это вполне для нас приемлемо, если семь дней. Притом, если фура, она прямо привезет к дому, где разгружать. А железнодорожие, ну, фура-то, я знаю, где заказана. Ну, я слышал, нет, как бы, ну, поясни. Вы ошиблись. Фура привозят по экспедиционной, вот, где адрес у них? Их адрес. Мы туда, на их базу, на их склады. Он сказал, склады. Поэтому нам тоже нужно заказывать транспорт, чтобы оттуда привезти. Она не привезет к дому, к порогу не привозят. К дому нет. Поэтому лучше железной дорогой, лучше железной дорогой вот экспедиционная багажная служба. Дешевле? Да прямо. Ну, она почти одинаковая. Безопасная. Безопасная. Но все равно откуда вывозить? Ну, надежнее, конечно. Второй вопрос. как сказать надежнее, это вот может только он сказать. Надежнее. Подожди, Николай, что сказать? Я скажу. Это место в 20-тонном контейнере только место будет стоить 60 тысяч. То есть отправить. 65. Ну, я не, я круглю. Чтобы отправить из Барнаула до того, до пункта Б. Да. Вот. А машина фура, скажем так, грузится из Барнаула до Москвы полностью 60 тысяч. То есть дешевле будет нам? Просто машину можно отправить за 60 тысяч. Дешевле так он получается. Так я пойму, мы договорились, что мы берем уголок там всего-то 3 или 5 тонн. Там и там. Где нам дешевле будет стоить? Вот 3 тонны сколько будет стоить? 3 тоннников? Что в автографе? Нет, нет. Вот отправить 3 тонны груза 3 тонны 65 тысяч. Вот поездом отправить 65 тысяч. 3 тонны 65 тысяч. Да, фуры. Ну, так же. Да какая у нас выгода? Ну, чем лучше отправлять-то? В машину. Ну, Игнатик, тут что-то неплохо, потому что вот сейчас мы заказываем из Магадана, прибор нам привезут. Одно место, один контейнер 20-футовый 100 тысяч стоит. А тут 3 тонны. Да как можно сравнить-то? Там у нас тонн-то идет 30 тонн мы заказываем с Магадана. Да какого Магадана? Это вообще немыслимно там борты там. Это чудово. Кроме того, если мы узнаем какая разница, нам-то отправлять надо хотя бы 5 тонн. 3 тонны нас не удовлетворят. Я позвонила еще туда, в Ростов. В Ростов. В Ростов я ей позвонила, она говорит, не можем вам трехтонник, ни пятитонник, ни это. Если мы закажем в сборное, вот в Ростове, во всех других, только на Алтайском крае, если мы оттуда закажем, чтобы они нам тут как-то это сделали с Магадана и дешевле действительно, с Барнаула это самые дорогие... Можно еще посоветовать? Какая компания? Глядих, можно еще посоветовать? Подожди, 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 есть транспортное управление, которые фурами, фурами управляют. В Омске есть. Я могу узнать у Димы, узнать, ну там позвоните, через Кемерово, узнать этот телефон, можно попробовать. И они уже, которая машина идет сюда, можно даже попробовать так, чтобы с Ростова здесь была машина, и она пошла туда, в Ростов по пути. Попутный груз, бывают машины попутным грузом грузятся. У нас было так же, воду привозили, а обратно, просто она приезжала в Кемерово, эта машина, с Кемерово шла сюда, отсюда шла в Новосибирск, с Новосибирска шла в Ростов. Так тут понятно. Ну допустим, у нас только Ростовская область, но другой город, она может подвезти к хозяину, где разгружаться? Договориться, заплатить. Это машина может. Это может. Там как она один будет перегружать? Конечно. Это машина может. Это надо просто в Омске найти транспортную службу, чтобы машина здесь как бы договориться. Что ты сказал на бумаге мне, напиши. Еще можно? Значит, я сейчас скажу. Ростовская область 5 тонн. Мы на 3 не будем. Еще можно посоветовать? Я это вот из Новосибирска вез груз. И там договариваешься просто сам с машиной. Прям мне дали вот такой перечень, справочник. Ну там я правда рыбу такую отдал ей. Ну женщина там сидит, диспетчер. Она мне справит. Вот так машин. Насколько тебе тонн надо? Договаривайся сам. Я выбираю машину столько-то тонн. Звоню прям по телефону. Где домой попадаю? Где на диспетчера? Начал с вечера, закончил утром. Нашел нужную машину. Договорились по цене. Сам все договариваешься. Загрузили и приехали. Привез. Все, что надо. То есть надо еще варианты просматривать. Так, Вадимина Степановна. Вот первый степал у нас по этой теме. Николай. Вот самый лучший вот вариант. Я вот вариант с ним. Ты ничего не пи... Все это запиши и опять соберитесь вместе и дайте мне, чтобы я знал. Нам желательно, чтобы машина пришла сюда, наши братья будут собраны, все три, и мы тогда начнем грузиться. У нас пачками, это каждая пачка ну, 8 килограмм. Нам просто необходимо, по-другому никак мы не можем. И 6 килограмм сказать. Как? Контейнера нет? Как? Надо в фуру, это было бы, конечно, лешно. У нас груст-то какое-то вообще. Так за 60 тысяч-то мы можем взять нашу «Газель», загрузить, туда съездить и еще раз... В нашу «Газель». Туда и обратно, туда и обратно. Да, что так? Ну, она же машина. Ну, хорошо. Это туда и обратно. Давайте скажем так. Допустим так. Это нужно пять раз туда и обратно. Пять. Потому что она больше тонны не берет и 950 берет. Но еще получится... Так на нашей машине мы доедем-то и нет. Это пять раз туда и обратно, туда и обратно. Так, Николай, пожалуйста, возьми на такую руководство. Это нужно сделать хотя бы в течение недели. А потом еще какая-то реклогрессировка произойдет. Так. Так, все остальное. Вот о чем я говорил сейчас? Кто записал? О чем мы говорим? О передаче. О переводе. Записали себе? Ну, до дома дойдешь и забудешь. Запишите, о чем молиться. Молитва-то главная. Говорят, в углу. Говорят, получено благословение, но учеников распространяется теперь. Так. У нас такое дело сейчас. Собираются в двух местах наши братья и сестры занятия ведут по изучению Слова Божия. Я вообще к этому не имею никакого отношения. Я говорил в умерских, как в университетах я раньше преподавал. Но я туда приду, когда будет не меньше тридцати человек. Ну, просто у меня времени нет на это. И вот где собираются по разным местам наши братья и сестры, и видно, что ну, свои были, пришли пять-шесть человек. Вы начинаете работать. Работать, но опять же, я говорю, как свидетели Иеговы. Они затворяют дверь и говорят, а вы хотите изучать Библию? Пройдите по этажу своему, по подъезду, по дому, где живете. Ну, не пьянец звать-то. Ну, видно, что бабушка или молодой человек желает или нет. Дверь дома придется открыть. Это не церковь. Я одно время так жил, даже ключ убрал. Ни днем, ни ночью дом у меня был закрыт. Вообще не закрывался, чтобы случайно кто придет не оказался в закрытой двери. Я даже на это пошел. А жил около вокзала. А теперь вот когда официанты приезжали, там бомж один подошел, а я вас знаю, я у вас был, приходил, ночевал. То есть я открыл всем бомжатникам, все приходили, все занимались. Но он сейчас не бомж, он работает, у него нормальная семья, все. Мы не знаем, где семья даст росток. Александра Михайловна хочет сказать, что-то. Это, братья и сестры, у меня заняты, собирались во вторник и в пятницу это на занятии. На этой неделе расписание изменится. Не во вторник, а в среду и в пятницу к шести часам. Аминь. Так. Значит, начинайте искать людей, жаждущих и следовать Слово Божие. Но потом не говорите, если будет человек другой, который придет со злым намерением, у тебя что-то где-то... Вы все приготовьте так, чтобы человек встретить и проводить, а не то, что он пришел, тебя обобрал и ушел. Это риск, тоже риск. Но придется открыть дверь. Вот узнавайте, что это за человек. Вот сюда у нас к нам труднее попасть. Тут мы молимся, мы проверяем. Постарайтесь, чтобы люди к вам приходящие имели паспорт. Записать его данные. Им заранее скажите. Кое-кого-то оттолкнет, но по-другому нельзя даже не знать, кто тебя обобрал. Дальше. Когда идут занятия, возникают какие-то вопросы. Там толкни, сядь прямо. Не отвлекайся. И он задает вопросы и даже не запоминает, не записывает. Звонят. У пророка Исаия сказано, там второй, пятый день поста. Я иду к пророку Исаия и говорю, где у тебя есть? Он говорит, нигде у меня про это нет. Опять поправку дает. Это у левитов сказано. Я иду тогда к Моисею. Моисея, где у тебя в левитах сказано? Он говорит, нигде я не говорил. Я не знаю, чего вы хотите, скажите. Тогда я догадываюсь, что вы проходите? Ага, по третьему тому. А какая глава? Там, пособие по изучению Евангелия от Марка. Я нахожу, оказывается, это слова, относящиеся, поясняющие левитам. Был пост, а у евреев дважды поститься, как фарисеи, это какой день? Второй и пятый. А от чего второй-то считать? Первый, от воскресенья. Никто не знал ни второй, ни пятый. Все знали только шестой день и седьмой. Шестой закончил, седьмой суббота. Значит, воскресенье первый, второй это во вторник. Евреи постились, и пятый попадают на четверг. Все понятно. Рассуждение-то очень простое. Названия у дней нету. Только одно известно. Суббота, седьмой. А за субботю у нас воскресенье. У них пост был, у фарисеев, во второй день. Ну, первое воскресенье, вторник. Чего не понятно? Понятно? Второй день, это понедельник же получается. Ну, понедельник. Ты прав. Вот так. Если понедельник, тогда стрелая, четверг, получается что? Какой день тогда? Вторник, стрелая, четверг. Понедельник, четверг. У крестьян-то... Это касается всех или одного. Я услышал такое, что есть люди, которые не хотят, чтобы только на занятия идут, и чтобы съемка была, чуть ли не уже не условия ставятся. Я спрашиваю, почему? Во всем интернете и всегда в жизни было так. То, что я говорю, желательно, чтобы было людей больше. У вас что-то плохое. Вот так вот закрывается, хватает, когда снимают. Это преступники, когда вора в законе, все хватают. Что ты снимаешь и дальше матеряться. Вы кто такие? Все беседы, занятия, которые ведет Андрей Курай, все снимаются в интернете. И Дмитрий, ну и так понятно. Смирнова, патриарха, я не зову, патриарх говорит, прокурат. Я то время лежу сбоку, рука, ему микрофон подносит. Дмитрий Смирнов говорит, и вдруг лежу с двух сторон, и при том видно, что в гражданском микрофоны держат перед ним. Чего ради запрещать-то? Но если ты так боишься, что у тебя язва на лице, надень хиджаб. Это очень просто. Ну щелеста, провес, видел, как прорезы делать-то. Но не уходи. Выходов-то несколько можно. Но запрещать, снимать, вы понимаете, что это? Ты лишаешь людей, которые желали бы это слышать, видеть. А на ваши занятия, вы были, я выставил, уже люди приходят. А почему не с первого урока? Нам придется еще и повторить. А вот привыкли сидеть по старобрядческе, и ничего не надо. Лежало тысячу лет, пусть дальше лежит. Человек живой всесчестно, он никогда не будет закрывать свое лицо, когда его снимают. Зачем? Лисо это мне Бог дал хорошее, оно плохое, оно от Бога. Ты боишься, что скажешь не то, что надо. Молчи, тебя никто не заставляет. Но препятствует снимать, когда есть такая вот возможность, дать другим. Зачем? Вот смотришь, где лев нападает на человека, съедает его. Но кто-то же снимает его в это время, прям в природе. В другом месте тигр разбежался и прыгает, на слоне сидят. В другом месте леопард прям в кабину залетел, но кто-то же снимал его в это время-то. Это лучшие ролики. Я уж не говорю там про Жириновского, других снимают, не его люди. Он хотел бы, может, чтобы этого не было. Все выставлено. И вот боятся как огня. Это твоя жизнь, твои слова. Ты попроси Бога, чтобы из этой нашей ничтожной жизни, биографии, люди могли извлечь полезное. Полезное. Я не нашел у себя ни одного ролика, на который были бы отрицательные отзывы. А у нас их 972 выставлено. 972. Нам есть что дать. И поэтому, чего же ради будем скрывать? Отец приехал тогда в университете и снял. Ну, таких очень мало. Основное снимал там, тогда был Муравлев Игорь, спаси его, Христос. А в Потеряевке Марина снимала куем чуде, это плотненького. Больше ничего нет. В лес ходили, одну сняли. Так за ней сейчас гоняются буквально. У меня аудио много написано, много проповедей, там, наверное, 105-6. Но люди сегодня хотят видеть. Так, вопросы я относительно того, относительно того, что снимаю. У кого вопросы есть? И тем более запрещать литургию, это вообще непонятно. В алтаре, как освещают престол, патриарх там разглаживает, там, налили елей. Все снято, все показано. Люди хоть немножко что-то будут знать. Чего ради-то? Новинку какую-то на тысячу лет назад отбрасывают. Этого не будет. Если тебе не хочется, ну вот, можно скамейку поставить рядом здесь. Ну, можем ширму повесить. Ну, выходов много. Но самое главное, закрой себя платком таким, опусти его. Мы же не говорим, давай ты в эфир лезь. Выходов-то много. Чего ради мы свое сокровище будем прятать-то? У нас в Потеряевке... Сколько было таких встреч? Здесь было бесед. Не прячут никогда. Доверьтесь Богу. Я вот посмотрел, интересно. Страна наша скукоживается. С поразительной скоростью везде пишут. Скрывают данные. Статистические врут. У нас, говорит, алкоголизмом не 3 миллиона, у нас 30 миллионов поражено этим. Сегодня, когда начинает открывать, которое привязано. Я отношу к началу христианства. Ну, почему не вели в обязательность, как у мусульман, пятикратная молитва? Я у мусульман ставлю это на первое место. Ну, ладно, у нас они не знают. Но в других-то странах, посмотри, в Афганистане он принял мусульманство, попал в плен, а у него выходы. Принимаешь или расстреляем? Один говорит, я не буду принимать. Его тут же расстреляли, а ты, я принимаю. Он там женился, и теперь его никто не заставляет. У него рядом холм, ну, как в Сросках, пикет. Он выходит туда своим паланкином, расстелил, помолился, все, теперь на часы, смотри, жена, смотри, чтобы я не пропустил. У православных даже сегодня, даже нас не соберешь здесь. Потому что никого-то у меня рядом живет. Лучший человек. Я говорю, ты каждый день к Богу устремляйся. Наконец, все отложила. Я сколько раз на молитву ставила? Три раза. Не меньше семи. Я говорю, у меня вчера, по милости, я 11 раз выбрал время. Независимо от того, где. Голубям полез время, я у голубей там помолился. Пошел в сарай за книгами, а время, гляжу, встал на молитву. Он знает, Николай был, помнишь, как ремонтировали. Раз встали. Три святые и сто поклонов. А в сто поклонов мы вкладываем самое интересное. Просьбы все приносим. Ну, переберите себя. И мусульмане смогли сделать ни капли в рот алкоголя. Я говорю, настоящих мусульманах. Где за это казнят? Ну, почему у православных не сделали это? И все погибло. Буквально все. Сегодня положение в стране скрывается, какое оно есть. Только по отдельным местам где-то прорывается что-то. Сколько выезжает? Больше миллиона теряется каждый год. Теперь статистика говорит, какому году русских будет не больше ста миллионов. Не больше ста. А дальше это все идет вниз. Причина-то есть в этом. Я посмотрел снимок в Потеряевке. Батюшка как-то был здесь. И говорит, у нас в Потеряевке детей это больше, чем у вас здесь. И он стоит в окружении. Дети там. Терентий еще маленький был. Здесь учился. И Машенька еще там стоит тоже. 32 ребенка. 32. А сегодня фотографируется? 8. В 4 раза в несколько лет уменьшилось. Ну, там многодетные, которые там не стали ходить. И прочее. 32 в 4 разница? Вот у меня было, я занятие, когда вел. Ну, первый раз пришли 720 человек на занятие. Но это аудитория большая. Я проводил в вахтовом зале Алтайского государственного университета. На следующий раз пришло меньше. 500. Еще меньше. И когда стало так мало, что можно собираться уже и дома. Отец Геннадьев вас точно так же. Вел занятия. Стали уменьшаться от сотен. Дошли до того места, сколько прихожан. Один прихожан. Говорит, нам-то идти не за чем. Пошли к себе домой в церковь. И стали там молиться. То есть об этом надо молиться все время. Чтобы страна не погибла, должны быть новые люди, истинно верующие во Христа. А уж какую веру они примут, для этого что-то должно дано быть. Вот понимаете, вот какая работа идет. Мне нужна постоянно большая помощь. В интернет заходят люди, заходят на мои ролики, и один говорит, вы называете православными. А вы знаете, когда это слово возникло? Слово православное возникло в 17 веке. Это уже патриархник, он когда заменил, там то другое, и стало православным. А я ему скажу, нет раньше. У него данных никаких нет. Но я засел, вот на этой неделе был, за все соборы, заново прошел, вселенские, сейчас легко еще поискаем, 7 вселенских соборов, апостольские правила, 9 поместных, и 13 святых отцов. И вот какие данные вышли. Вам тоже, ну не помешает прослушать. Один раз. В апостольских правилах 85. Относится к 1-2 веку. Тут еще неопределенно, когда правила были написаны. Один раз встречается слово православный. И далее. На соборах вселенских, вот, ну всего-то встречается во всех соборах, и все, 18 раз. Значит, на вселенских соборах, 7 вселенских, 10 раз слово православное встречается. 10 раз, себе маленько запомнил, а их всего 7. Вот. По местных соборах, в это же самое время проходили, 9, и слово православное, на 9 соборах только 1 раз встречается. Запиши. Я даю данные, которых нигде нет, это мои данные. Вопрос-то был, я его отвечаю. Я показываю, в каком году этот собор был, сколько раз упоминается, и скажу, сразу наступило гробовое молчание в интернете. Все поняли, здесь просто так играть не придется. Еще из святых отцов ни один не поминает о православии, и только Феофила. Четыре раза. Почему? А обстановка была такая, нужно было разделение показать. Вот и все. У поместных, значит, три раза, поместных три сказать. А вселенские, это у меня вселенские полу, 10 раз, апостольские один, значит, а в 7-й вселенский собор нет ни одного права, нет ни одного. Вселенские утверждали на каждом соборе хотя бы раз слово православное. А на 7-м вселенском соборе не было. Потому что речь была в иконах, почитать нет, а не о православии. Вот и все. Я эти данные выставил, полное молчание за мной наступило. Почему? Ну, потому что здесь данные. В каком соборе, сколько раз, в каком году это был собор, я называю, какое правило. Правило такое-то. Все. Во-первых, у кого-то нет, но и все понимают, это данные. Вы начинаете любить то, что мы собираемся, вы получаете огромную информацию. Получаете, притом, ее даром. Так о Златоукс, почему вы? Это нет, они говорят, о соборах пока говорили. А, только о соборах. У святых отцов трудно, я бы мог тоже это сделать. Теперь, мы на этой неделе технически улучшили свое содержание здесь живем. У нас с водой надо ходить, бывает там нет. И вдруг я прочитал в интернете, можно чашки не мыть. Так по сердцу мне. И чашки всегда будут чистые. А как? А просто оторвал, целлофаномешочек надел, поел, снял и все. И вчера ко мне заходит Галина Ивановна, кто-то зашел вчера, я не знаю, Машенька вам зашла, и я им показываю, как на чашку натянул этот целлофаномешочек, поел, его снял, а накопилось много, сразу постирал, где надо. Вот ушел и все. Сделюсь опытом, где нет воды, ну, с собой взял и надел. Ну, конечно, не чашка, даже небольшая, тарелка поменьше. Ну, вот, в общем-то, почти все, что вы здесь думали. Не за все. Так, вопросы какие-то, предложения? Ну, я вот читаю сейчас Иоанна Кронштадтского, «Моя жизнь во Христе». И, в общем, был такой вопрос к нему. Иоанна Кронштадтского, значит, было такое, он, когда, ну, очень много помогал людям, ездил по всему городу, в Кронштадте, там, помогал всем, и он был занят просто под завязку с утра до позднего вечера. И он по просьбам, значит, молился в домашних храмах, там, и вот, и, но у него была такая особенность, он молился с короговоркой. И, таким образом, получилось, что у некоторых людей он соблазнил этим. То есть, люди стали тоже молиться с короговоркой, то есть, быстро молиться, и задавали ему вопросы, значит, почему у нас получается охлаждение, и к молитве, и к вере, охлаждение. И он нашел причину именно в этом, что не подражайте мне, я очень занят, я тороплюсь, молюсь быстро, потому что у него большой духовный опыт, ему это не мешает. Но вы, начинающие, ни в коем случае так не молитесь. Это может у вас просто полностью все потерять, вы можете, вот эта связь с Богом потерять. Поэтому, когда Игнатьев Иванович, вы всегда говорите, я семь раз в день молюсь, то мне кажется, тут надо какую-то оговорочку решить, кто не может так быстро, часто молиться, потому что просто мы не такие духовные еще, мы не можем, мы начинающие по сравнению с вами. Нет, не начинающие. Вы уже состарились, некогда начинать. Вы уже кончающиеся. Вы уже кончающиеся. Просто многие люди могут соблазниться этим. Да не могут, она рядом, и суетой привыкли заниматься, чем не надо. Садись, голубушка. Сегодня я услышал, и сегодня я это включил. У нас даже бывает разговор о десятине идет. Мне не надо куда-то идти, я сегодня услышал, я не пошел ни с кем советоваться. Я открыл Библию, благословение за... Да десятину платить. У меня сразу... Я фанатик. Я сказал, буду платить 9 десятин. И 50 лет на этом прошел. И ни разу голодный не был. 100 заработал, 90 отдаю на дело Божие. Я только нынче впервые встретил у... Ну, не у православных, один присвятил. Я говорю, у него ребятишек 9. 9 ребятишек. Я говорю, 50% получил с первого дня. Как еще подготавливаться к тому годами надо. Ты услышал? Завтрашнего дня может не быть. Я в прошлый раз минутку еще задержу. Газету мне принесли кто-то. Большое видится на расстоянии. А Владимира Николаевича Баварине, мэра города, который погиб. И вот это место, ну, я не вижу. Просчитай, пожалуйста. У меня... Ну, мое это, пишет он. Вот отсюда начни. То есть у него столько сходств было в этом со мной. Или у меня с ним. У Владимира была еще одна страсть. Сад. И он мог приехать на дачу после работы и присветив фар своей любимой копейки садить очередную яблоню. Да, отсюда считаешь, где красный, чтобы попало. Повыше начни. Ну, ну, ну. Говорят же, что все посаженное вечером не растет. Слушайте. У Владимира на удивление плодоносила. То есть не надо слушать предрассудки. Вера Алексеевна, изменилась ли жизнь вашей семьи после трагической гибели Владимира Николаевича? Жену спрашивает. Нашу жизнь будто кто-то безжалостно расколол на два периода. Жизнь с Владимиром и после него. Ритм нашей семьи целиком был продиктован распорядком Владимира. И этот темп жизни был нам привычен. Раньше мы постоянно куда-то торопились, что-то делали. За день мы успевали горы свернуть. Без дела никогда не сидели. А десять лет назад стало некуда, не для кого и незачем спешить. Время остановилось. Конечно, можно говорить о том, что я стал не такой быстрый и легкий на подъем. Потому что возраст берет свое. Но в одном я уверен точно. Был бы жив Владимир, вся семья продолжала бы крутиться, как белка в колесе. Вот здесь впереди надо не досчитать. Как он на курорте был. Вот это мне подходит. Поехали как-то отдыхать в Гагры. Так он и страдался весь. Говорил, что я тут делаю, зачем я здесь лежу, что в этом хорошего. Понятно? вот как надо смотреть на разные санатории, куда человек едет, здоровье поправляет. Ну, не здоровье поправляет. Чего я лежу здесь? Чем я занимаюсь? Каждая минута жизни неповторимая. Вот он ушел, мэр города, и осталась память о нем. И здесь воспоминания о нем, ну, конечно, не полные, но очень много хорошего. Вот представьте, что свободное время у него, что ли, лишнего не было. Он всегда, говорит, на работу ходил пешком, в подвороте заходил с людьми побеседовать, а некоторые не знали, что это он даже. Он знал хотя бы немножко, что делается здесь. Я в это время ушел на занятия в университет, а он приехал вот сюда, где я стою. А здесь была только Надежда Павловна. Он все осмотрел, ну, конечно, позажалевал, что никого нет, он хотел бы, а как много уже сделали. Вот это слово, как много вы уже успели здесь сделать, это чего-то стоит. Я напоминаю, что он входил в десятку лучших мэров России. И как бы не он, ну, то есть если он на поперек стал, может быть, мы бы никогда вот это не получили, то, что у нас здесь есть. Я не забуду, как мы ехали на машине, и он на переднем сидении сидит, а я сзади. Нас, ну, так, от городской администрации повезли. И он вот так вот как вырнулся на меня, и назад пошли не повернулся. Это вы в моем городе живете, и я ничего не знал. Вы понимаете, и дальше, иначе он говорит, у него уже перспектива какая-то. Что мы можем? Из 11 дней до смерти у нас было последняя встреча. Вот он когда, говорит, чем-то недоволен был на заседании собрания, как он хмурился, а когда доволен, он стоял, говорит, так как в движении-то. И вот я захожу, а там большой тамбур, в городскую администрацию, и он идет с каким-то человеком в очках, пожилой, он остается, ох, сразу он себя обнимет, как Евстигнеев был. А ты знаешь, кто это? Это же Лапкин. Ну, ему хоть Лапкин, хоть хвостов, ушной, там, ему разве сидеть не будет. А что это такое? Да он же коммуну устроил. К чему коммунисты стремились, говорят, а он коммуну построил. У него свой, кажется, был здесь арсенал слов, а тот человек уже посмотрел с удивлением. Вот и все. Едет в машине где-то, я только обернулся, он едет, он из кабины, машет рукой. Потому что он не боялся этого, что авторитет его подальется из-за того, что со мной. А священники, которые рядом, боятся, чтобы их не увидели, что со мной рядом. Даже лицо закрывает, чтобы не попасть где-то в черный список. Он был смелый. Вот качество, которое мы сегодня считали. И когда он умер, для меня только одно было, крещен или не крещен. Я названивал, названивал, наконец, на Ольгу Шевчук вышел, главный редактор Алтайской правды. Она говорит, да, он крещеный был. Я помолился, Господи, припомни его добрые дела. Если моя молитва не угодна, прости меня. Но он так много для нас сделал. Вот этот дом, последнее слово, это Параскун, и он когда собрались, там, юстиция, все эти, генералитет весь, и сказали, сколько можем ущи человека. Ну, давайте сделаем. Деньги я выиграл, денег нет у администрации. Рассчитаемся, он просит дам. Ну, давайте. И тут все сдвинулось. И он держал на контроле, пока я оформлял целый год. И его именем я прикрывался везде. Везде деньги платить. Владимир Николаевич, сразу звонок, у меня все бесплатно. Вот электроэнергет проверяли, все бесплатно сделано. О нем самая добрая память. И поэтому, что о нем говорят, там бензоколонки меня-то совершенно не касаются. Я знаю другого Баварина. Я знаю того, который к нам был расположен. Там фотографии, где мы по рукам и целуемся даже. Вот эта добрая память, пусть послужит ему облегчением на том свете. Если еще нет, поблагодарим Бога. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, призноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Серафим, без вестления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Милосердный Создатель, благослови нас на остаток нашей жизни, чтобы мы были искренними, бесстрашными, любили Тебя всем умом и всем сердцем. Сохрани это место, и чтобы то, что у нас здесь происходит, послужило не во вред, а на пользу слушающим. Тебе, Божья слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христу с миром Божьим.